Друзья, всем-всем-всем привет! Всем-всем-всем здорово! Я, честно говоря, думал, сделаю-ка я перерывчик. Не буду я ничего сегодня снимать. Сегодня у меня такой день генеральной уборки будет в квартире, потому что Юля уже завтра должна приехать. Ну, я думал об этом. Но когда я увидел прохожего, который шел с таким лицом, я подумал, ну как это можно не поснимать в такой чудесный день? У нас сейчас 5 градусов тепла, сейчас 1.39. Я еду домой. У меня сегодня много планов. Ну, немного, на самом деле, но их выполнить необходимо обязательно. В общем, погнали! Юля меня... Ой, Юля! Юля тебя назвал! Симона! Ты у меня теперь, Юля, будешь. Все. Дожелись. Симона, ну вот куда ты тянешь меня? Вот ты мне объясни, пожалуйста. У меня бардак, извините, пожалуйста. Все знают, почему. Потому что я занимался тортиком. Огромным, красивым. Вот. Еще с утра я выпил кофе и сливки не поставил в холодильник. Вот такой вот я молодец. Симона, ты мне тянешь к кормушке. Ну, посмотри, что у тебя кормушка... А, нет, ты просто посидеть хочешь, что ли? Фух. У нас все уже. Зима наступила. Сейчас 5 градусов. А когда я выезжал, было 2 градуса. Потом 3. Как ты так хотя бы подняла температура? Так. Мне нужно, на самом деле, найти абонемент в зал. Представляете? Решил вот поменять с помощью пластиковой карты обычно. Пересматриваю видос, друзья. Потерял вот эту пластиковую карту. Не знаю, как теперь в зал ходить мне. Представляете? Нет абонемента. Пропал. Сейчас 2 часа дня. У меня 4 зал. Мне до этого еще необходимо поесть обязательно. Поэтому я, наверное, вскоре займусь этим вопросом. А еще мне дико не хочется убираться в квартире. Дико не хочется. Но Юля будет ругаться. Что мне делать? Муж напишите, пожалуйста, Юля. Юль, не ругайся на Никиту. Пожалуйста. Пожалуйста. Бегу-бегу на тренированьку. Такая погода была хорошая, да? Мне кажется, что снова 2 градуса стало, потому что холодно. Вот, а я еще что-то... Обычно, если холодно, я в какой-то куртке с капюшоном стараюсь. Выходите ли в кофте с капюшоном. А тут рубашка и... Нечто непонятное, искусственное, волосатое. Короче говоря, не знаю, что делать. Сейчас после тренировки вообще, наверное, холодно с нами. Да еще я сегодня ночью промерз. Потому что Юли рядом нет. И получается, что... Не, на самом деле... Обычно у меня открыты балконы, чтобы все проветривалось очень сильно. А поскольку было холодно... А я сплю без одеяла обычно. Под простыней люблю спать. Ну, было прохладно, а я не люблю вот это просыпаться, одеяло доставать. Хотя оно очень далеко находится. Примерно в 30 сантиметрах от меня. Видите, да, пар даже идет. При плюс 20 такого не было, я вам честно скажу. Снова зима, кажется, вернулась. Отзанимался. Холодно, ужас. Я, кстати, недавно смотрел программу про город Аймекон. Документалочка. Вот. Это, как известно, поле с холодной. Так там нет холодной воды, представляете? Там есть только отопление. Оттуда же берут и воду там. Ну, в унитаз для обычных. Ну, потому что холодное замерзает. Ужас. У нас, видите, трубы проложены, ничего не замерзает. Потому что они пустые. Ну, на самом деле, для меня загадка. Почему? Так до сих пор. Мне писали в комментариях, что это, наверное, временно. Ну, я тоже думаю, временно, конечно. Ну, интересно. Больше и больше таких возникает, а есть труб. Хотя некоторые, я это вот однозначно, ну, я точно знаю, что там больше года уже точно так лежат. Может, тоже пустые. Может, еще не дали туда воду. Фу, все. В общем, бегу сейчас в сторону дома. Полно. Под сомнением, моя сегодняшняя вечерняя прогулка. А все потому, что нужно убраться. Друзья, ну, Коль пошел у нас кулинарный канал. Готовил Наполеон. Сегодня тоже что-то необходимо поесть. Я подумал, что-то такое хочется. Не тяжелое, вкусное, диетическое. Вот. Вот, купил филе и понял, что я хочу рис. Ну, хочется сказать по-тайски. Конечно, он не совсем по-тайски. Но я сказал бы по-тайски в наших условиях. Потому что там, как бы, и рис другой, и специи разные, и зелень еще идет. Вот. Но, короче говоря, сейчас вам покажу быстренько, как я его готовлю. Очень люблю это блюдо, при том, что не готовил его уже давным-давно. Ну, почему, не знаю. Для начала варим рис. Вот. Ну, каждый варит, как умеет. Потому что я даже не буду учить своим способом. У меня просто очень простой способ. Вот. Я беру рис в чашку. Примерно понимать, сколько, что я, ну, объем этого риса. Вот. Засыпаю. И, например, если это стакан риса, то где-то, ну, полтора стакана воды. И все. Я его не промываю. Вообще абсолютно ничего с ним не делаю. Главное условие. Вы должны понимать, какой это рис. Потому что иногда полторы, иногда две. Иногда больше, меньше. И второе условие. Понимать, что у вас за кастрюля. Например, вот эта хорошая кастрюля с толстым дном. То есть тут, как бы, можно не прям сильно за ним следить. Вот. Просто закипел, прикрутили. А если это тоненькое одно, там, черпачок какой-то обычный. То изначально сильный огонь не ставить, чтобы дно не подгорало. Вот. А так закипело. Самое главное, крышку. Даже не открывать. То есть надо бы маленький огонечек поставить, чтобы даже крышку не надо было открывать. Вот. Ну, и сейчас все остальное тоже будем готовить. Сковородка уже наготове. Поэтому, друзья, погнали готовить вкуснятину. Я взял еще 6 яиц. Вообще, сколько хотите, столько и добавляйте яиц. Ну, такое среднее количество, скажем, 6. Вот. У меня примерно на кружку риса это получается. Может быть, даже и меньше риса использую. Вот. И филешки тоже. Тоже сколько хотите, столько добавляйте. Можно там добавить, допустим, ну, если в упаковке у нас 890 грамм. То есть полупаковки, ну, там полкило вообще хватит с головой на самом деле. Можете больше, можете меньше. От этого зависит что? Сколько у вас будет риса, сколько остальных ингредиентов. Я хочу, чтобы было побольше остальных ингредиентов. Поэтому я добавлю 6 яиц и, наверное, штуки 3, ну, где-то вот граммов 700 филе. Так, сковородейшн у нас разагревэйшн. А мы, значит, начинэйшн. Так, смотрите. Ой, блин, самое-то главное. Масла не налил. Сейчас. Сильно тоже много не надо. Сковородочка та самая, дубайская. Отличная. Видите как? Единственная крышка на нее, у нас нет крышки, она большая очень. Опа. Два. Пошло. Сейчас разобью яйца, и необходимо еще легкую магию сделать с ними. Четыре. О, блин, газ-то такой сильный, да? Пять. Я делал там 8 яиц зарублял, 10 яиц зарублял. Яйца, они легкость придадут рису. Вот, поэтому не бойтесь. Так. Не переживайте. Это у меня нож упал в эту бракуину. И самое главное магия, это вот так вот сделать. Все. Мешануть, чтобы это... В общем, нужно омлет, да? Чтобы был у нас такой. Точнее, не омлет, кусочки омлета. Вот, скажу так. Яйца, смотрите, сильно тоже не зажаривайте. Вот, все, я сейчас буду выключать. Короче, чтобы они как бы были такие, знаете, упругие. Потому что я знаю, что можно пережарить. Я так не раз делал. Три филешечки у меня уже здесь. Они уже вымыты. Будем сейчас нарезать. Давайте для начала, чтобы яйца не сжечь. Быстро их достану. Филешечку я нарезал. Смотрите, кубики. Ну, разные. Один больше, один меньше. Ничего страшного. Это все отлично. Сразу предупреждаю. Ага, сковородочка у меня даже остыть не успела. Поэтому я прямо сейчас беру и закидываю это вот туда. Отлично. Чтобы сегодня я остыла. Ой, сегодня я бы нагрелась. Начала бы драться, кусаться. И быстро обжариваем. Все, элементарно. На хорошем огне. На самом деле, это блюдо делается в Таиланде за считанные минуты. Прям, ну, мне кажется, они это делают там за три минуты максимум. Вот. В чем секрет? В том, чтобы быстро одно яйцо разбили. И быстро потом приготовили вот так филешечку. Вот. Потом насыпали рис. А рис уже у них заранее обычно готов. Такие огромные чаны с рисом. Мультиварки, рисоварки. Вот. Блин, мало, мало газа. А газ у них очень сильный. И получается, что это самое все готово. Друзья, я вот снимаю. Мне параллельно Леха звонит. Ну, мне извините, пожалуйста. Возьму трубочку. Чудесно. Томится уже, по сути, в соевом соусе. Соевый соус идет обратно. Так. Чтобы какие-нибудь специи бы туда добавить. Вообще, в Таиланде обычно что они добавляют? Перец. Красный. Остый. И всякий начинается с соуса. Сейчас посмотрю, что у меня за соуса еще есть, кроме соевого. Друзья, ну, у меня прям досочка, ну, она грязноватая. Ничего страшного. Вот этот перчик сейчас порежу. Просто я параллельно не могу снимать. Потому что потом нужно вымыть руки. Очень-очень сильно. Это прямо из Таиланда. Перец. Вот. И он уже будет туда сейчас отправляться. Его мелко-мелко сейчас нарезаю. Перчик. Вон, он уже плавает. Отличный, красивый. Сейчас немного вот эта водичка испарится. И все. В принципе, уже все практически готово. Так. Остается только мне действительно найти соуса, который у меня есть. В чем прикол перца? Вот в этих вот зернышках. Вот два зернышка у меня упало. Эх, сюда тоже еще. Вот чем больше раскрошатся зернышки, тем больше он отдаст аромату. То есть, в принципе, целиком его можно было вообще... Три перчины кинуть, ничего не будет. Ну, для меня вообще это не остро будет. Вот. Но вот если я раскрошил вот так вот, то и одной перчины может быть достаточно. Он сейчас разойдется. Если бы я просто во время еды, то я столько же добавил бы себе на порцию. Вообще без проблем. Но если ты во время готовки его добавляешь, он расходится и прям такой мощный становится. Короче, не знаю, куда подевались все мои соуса. У меня был рыбный соус. Он вместо соли отличный. Какой-то устричный, что ли. Он такой густой больше. Но он больше для мяска. Но тоже он такой аромат своеобразный давал. Вот. Там еще на китайском все написано. И еще у меня... А, ну вот есть уксус рисовый. Уксус тоже добавлю. Он такой пикантность давит своеобразную. Ну и соевый, естественно, тоже еще добавлю. Блин, а куда же подевались? Вы не видели, случайно? Наверное, в этом самом, на берегу там. Саночногорск, скорее всего. Будем искать. Будем искать. В принципе, все готово. Так. Тут у меня рис. Яйцо. Высыпаю яйцо. И рис. Вот с другой лопаточкой. Вот у меня такой рис получается. Ну, о, не рассыпался. Не, нормально, рассыпался. Почти идеальный. Я, честно говоря, именно этой марки первый раз рис варил. Это, по-моему, Ашан. Ну, хороший. Жасмин. Вот. Там маленькая упаковочка стоит пару долларов. Маленькая упаковочка, это, наверное, полкило. Ну, вот смотрите. Я не знаю сколько. А, я весь рис высохну. У меня не так много его. Да, я буду весь высохнуть. В чем еще фишка? Если вдруг у вас рис не получился, там, склеенный еще какой-то. Ну, если это не сильно, вот как у меня, да, например. Ну, не прям рассыпчатый, но нормальный. Вот. То ничего страшного. Просто заливаете соевым соусом. Однозначно вы будете добавлять его. Вот. И он сразу расклеивается. Вот. А соевый, ну, не знаю, я такой, что я люблю это все. Соевый соус и так далее. Так, что еще? Я сразу уксусу добавлю чуть. Все. Так, сразу приправу, например, добавлю еще такой перчика. Просто обычный перец черный. Для вкуса. Так, сейчас можно на максимальный огонь ставить. Видите, он сразу начинает такой рассыпчатый быть. У меня когда-то друзья приходили, я готовил, по-моему, в общежитии. И у меня знакомый говорит, это что, плов ты делаешь? Я говорю, не, не, не. Он говорит, это похоже, похоже чем-то. Вот. Вот. Еще один, как бы, секрет состоит в том, что вот этот соевый соус, он должен термообработку пройти. Потому что это совсем другой вкус, если он прошел или не прошел обработку. Поэтому не просто залили перейти по даче, а именно вот залили и немного-немного обжарили. Я вот не помню, как это в Таиланде называется, рис. Ну, chicken fried rice, да, обычно говоришь. А под тай это лапша. Кто у нас любители тайской еды? Ну вот, вот такая вот радость. Сейчас у меня получается. Все, жарьте теперь, сколько хотите или сколько не хотите. Можно рис даже холодный добавлять, то есть потом все равно будет термообработка проходить. Вот какая-то такая история получается. Под тай. Вкусно очень, лайм, если добавить туда полить. Можно арахис добавить по каши. Это народное, национальное блюдо, поэтому тут неправильно приготовить его в принципе невозможно. Единственный, как бы, единственный мерило вообще этого блюда, это вкусно или невкусно. Все. Дальше творите, что хотите. Готовится быстро, замечательно. Да? Все. Перемешивайте, главное, чтобы не подгорело и все. В принципе, уже готово. Тут просто у меня сколько порций, да, видите, много. А когда в Таиланде делают, это индивидуально для тебя. Поэтому все очень быстро, на огромном-огромном огне. Поэтому раз, три минутки готово, три минутки готово. С креветками, с курицей, с кальмарами. С просто, по-моему, мясом тоже делают. Не знаю, с чем вы, интересно, с таким необычным. Если кто-то у меня есть, друзья, которые в Тайланде были, подписчики, напишите тоже ваш вариант. Вот так выглядит эта радость. Немного, конечно, цвета зелененького бы добавить, или желтенького такого. Поменьше коричневого, и было бы вообще очень красиво. Еще, друзья, купил какой-то сыр ломтевой. Не знаю, я такое не люблю, но думал, что он другой совсем. Вот, оказалось непонятно что. Блин, придется есть. Купил, что придется есть. Ну и водичка, очень люблю воду. Давайте пробовать. Пробовать. Кстати, кто заметил одну важную деталь? Вот у вас есть. Водичка вкусная. Вот кто заметил одну важную деталь? Сейчас через буквально 20 секунд, наверное, или раньше я ее расскажу, рассекречу. Супер. Просто супер. Кстати, рисовый уксус я первый раз добавляю, до этого обычно добавлял. Еще можно с перцем рисовый уксус сделать, тоже будет супер. Класс. Прямо сразу такое богатство вкуса. Ну, а перца, честно говоря, можно было больше добавить. Может быть, я сейчас прямо это и сделаю. Вот. Ну, а важная деталь. Заметили, нет. Я не добавлял соль. При том, что я люблю соль. Я люблю, чтобы было такое, было солененькое. Добротно солененькое. Но, благодаря соевому соусу. Кто переживал, я думаю, когда вот я лил на рис, что там многовато. Его нет. Благодаря соевому соусу, уксусу. Отличная пикантность, отличное у блюда. То есть, вкус, все, богатство присутствует. Оно не пустое, скажу так. Все, в общем, я, если честно, хочу есть. Что это за сыр? Давайте хоть тоже попробую. А то мне часто говорите, Никита, на камеру есть. Это очень некрасиво. А сыр такой красиво делается. Не знаю. Какой-то реально плавленый сыр. С травами. Ну, в принципе, не так все плохо, как я думал. Приятного аппетита. Если вы сейчас тоже едите, то и вам приятного аппетита. Если не едите, то мне приятного аппетита. Ну, вроде так все основное убрал. Симона, видите, аж устала убираться тоже. Она просто слушала, как пылесосит пылесос. Извините за эту автологию. Видите, как. Вот кто пишет, что Симона страдает, так и есть. Так и есть. Страдает ужас. Насколько. Симона, расскажи, как ты страдаешь. Даже просыпаться не хочет. Симона. Да ладно. Ты что, так спишь? Все хорошо прям. Офигеть. Хана мне ночью. Не спи. Давай. Ты что, ночью будешь спать? А то ночью, как всегда, будешь тыг-дыг-дыг-дыг. Все. Молодец. Симона. Не спи. Симона. Ты такая... Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. О, без когтей. Сегодня она дело в том, что с когтями меня так прогнала. Но она потом, правда, тумачков получила. Сейчас уже все. Видите, как себя ведет хорошо. Давай, лежи. Я близко. Все. У тебя что, дело что ли нет? Хорошая девочка. Да что ты? Все нормально. Все, ладно. Отдыхай. Тебе не трогаю. Сейчас 8 часов вечера. Вот прошло примерно где-то часик-полтора после того, как рис был готов. И сейчас я вам покажу, насколько он изменился по структуре. Так, у меня вот нет крышки нормальной. Я не знаю, какой это диаметр. Вот это стандартная сковородка. Видите? Маленькая очень крышечка. То, что изменилось его количество, это не поспоришь. Так, вилочкой. Смотрите. Вот если он был чуть-чуть слившийся, то сейчас, видите, все. Полностью. Просто с зернышка к зернышку практически. Это, ну, вообще идеально. То есть, все рассыпчато, все хорошо, все красиво. Вот. Вот, в принципе, все, что я вам хотел показать. Красота. Вот такая вот красота. Видите, какая сковородочка крутая. Дубайская. Со съемной ручечки. И стоит дешевле, чем у нас. Причем в раза два. Не знаю, может у нас просто Китая нет. Ну, это никак какой-то Китай. Но нормальный, ничего не перегорает. Я прям без масла даже жарил. Все было отлично. Без пергамента, без масла, без ничего. Так, все это оставляю здесь. На сегодня хватит. Вот. Друзья, ну и видео тоже моего на сегодня хватит. Буду заканчивать. Вкусная вода. Кстати, воду покупаю. Я вам, наверное, говорил. У меня такая кухня маленькая, на самом деле. Я прям рукой туда-туда все-таки дотягиваюсь. Круто. Я вам уже говорил, да, что воду я стараюсь покупать на разлив, что называется. То есть с старыми бутылками приходишь, заливаешь туда воду. Вот. Во-первых, экология. Во-вторых, экономия. Вот. Поэтому так и живем. Так и живем. Друзья, как я уже говорил, буду заканчивать это видео. Желаю вам всего самого-самого крутого. Хорошей еды. Хорошего отдыха. Я потому что, не знаю, хотя бы 8 часов. Но мне, честно говоря, так уже спать хочется. Уже завтра Юля будет на месте. Торт ее ждет. Специально сделал заранее. То есть он больше, чем сутки, получается, пройдет после приготовления. Для того, чтобы Юля приехала, он был уже пропитан. Единственное, единственное. Вот сейчас я вам покажу, что. Обычно это происходит. А тут, значит, традицию семью Крыловых я нарушил. Потому что. Видите, он в холодильник все отлично помещается. Края. Вот надо их обрезать на первый день после приготовления. Вот. Ты их обрезаешь, ты их ешь. А срединка еще до конца у тебя пропитывается. Вот. А тут, получается, уже края наоборот. Даже больше будут подсыхать. Юля, естественно, начнет есть срединку. А вот эти вот краешки, которые с самого начала кажутся такими вкусными-вкусными, я не знаю. Я прям даже не знаю, кому придется есть. Мне, что ли? Ну, в принципе, я надеюсь, вам с этой задачей. Вот. Кстати, вес торта надо будет с Юлей потом взвесить. Огромный какой-то. Огромный вес. Мне кажется, по 10 килограмм. Представляете? Огромный, реально. Я прям его так... Не, ну не 10, может быть, чуть меньше. А может быть, такой. Объедаться будем. Вот. Все. В общем, будьте здоровы, будьте счастливы. Всего самого-самого вам наилучшего. Вкусностей, радостей. И, конечно же, мира. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok